Всем привет! Вы на канале Вульфи и Нитрич. Разберем обновление в Black Desert Online от 21.02. Сегодня нам поставили... НИ-ЧЕ-ГО. Не, на самом деле поставили немножечко. Поставили чуть-чуть ивент, поставили чуть-чуть контент, который будет через неделю. В Корее тоже там чуть-чуть, совсем маленькое добавили. Ну и в целом правки по классам. Это, пожалуй, самое, наверное, масштабное, что сегодня поставили. Все разбираем по очереди. Сначала, как обычно, я хочу вам напомнить о том, что у нас регулярно проходят стримы всякие. И в эту пятницу будет кулинарный стрим, на который можно прийти вечером, получить хороший заряд настроения, вместе с нами покулинарить, что будем конкретно готовить, расскажем на стриме, чтобы без спойлеров. Сорян. Но приходите. Обычно на кулинарных стримах у нас и какие-то веселые интерактивы, и кино потом будем смотреть. Ну, короче, всегда весело провести с вами и с нами время. Также разберем корейский почно, да, я сказала об этом. Ну, в принципе, все, поехали. Начинаем с самого главного. Это то, что от первых, отбор первых гильдий-лидеров для предсезона войны роз. Нам объявили, что 3 марта будет первая битва крупномасштабная 300 на 300 на замках Камасильви и Аделиты. То есть уже сейчас, захватывая 4 или 5 ранг узла, гильдия набирает баллы. Потом подается заявка, когда вот 3 марта это воскресенье, 2 марта в субботу, все гильди, у которых был хотя бы 1 раз за 2 недели узел, 4 и 5, подают заявку. И выбираются 2 гильдии, которые максимальные баллы имеют. То есть, например, за неделю они там, условно, кто-то держал 3 раза 4 и 5 ранг, кто-то там 2 раза держал, кто-то 4. И вот это все накапливаются баллы, и у кого было больше всего за эти 2 недели 4 и 5 рангов, кто собрал больше баллов, те выбираются как гильдии-лидеры двух сторон Ода и Оонет. Вот. И, собственно, нам вот тут вот объяснили, что нужно уже начинать захватывать для того, чтобы принимать участие. Дальше вот здесь вот нам уже рассказали более подробно о Войне Рос, как это все происходит. Для начала вот такая карта. То есть, обрати внимание, замки эти уже у нас есть на карте, то есть в реале, да, но пока они не функционируют. Функционировать они будут только на осадах. Обрати внимание, до Граны, Грана тут не проходит ничего, да, Лук на Ван, Чаще Мудрецов, вот сюда вот такой хвостик, Колючий Лес и Наксион. То есть, вот это все будет территория битвы. Вот. Что еще мы должны знать? То, что у нас здесь будет две гильдии-лидер. Рандомным образом между вот этими гильдиями, которые держали пятые и четвертые узлы, рандомно выбираются за каждую сторону по лидерам. Участники гильдии, которая стала лидером, 100 человек, даже если это альянс, то 100 человек могут только принять участие. И они как бы, ну там, вот, я не совсем понимаю, надо заранее подавать участие, или надо, ну, с осадой, может быть, нажать участие. Ну, в общем, какая-то кнопка, наверное, будет дополнительная. Потом, будет еще третий легион. Это 200 человек наемников с каждой стороны. То есть, вот вам и 300 на 300, на 600 человек осада. Но на эту большую карту, в принципе, я надеюсь, не будет падения серверов и так далее. И в субботу, вот как я сказала, да, в субботу гильдии подают заявку на участие на то, чтобы стать гильдией-лидером. А все остальные, если вы, например, вот в воскресенье 010, да, объявили, что вот ты и ты, вы гильдии-лидеров. Все остальные, кто не прошли, могут, желающие этих гильдий, подать заявочку с воскресенья до трех часов дня в третий легион. Но минимальное условие это 700 бс. Однако 700 бс можно набить и одевшись в деф, но имейте в виду, что таким образом вы команде можете поднасрать, поэтому лучше чуть-чуть еще подкачаться для того, чтобы потом нормально себе помочь своей стороне, потому что награды хорошие и просто быть балластом, ну такое, знаешь, зашквар. Так вот, сама вот эта движуха будет проходить с 5 до 7 по московскому времени. Однако это пока предсезон, вот, поэтому такое расписание. Потом, может быть, расписание будет меняться. То есть вот мы в 7 часов закончили битву Рос, да, и сразу же в 8 часов побежали на осаду узлов. Вот так вот. Вот, смотри, все участники Войны Рос должны до ее начала находиться на Аделита-1 на территории проведения Войны Рос, чтобы при начале автоматически переместиться в замок своей фракции. То есть сервер, да, у нас один будет. Условия победы. В каждом замке находится босс, вот, и их стража. Это не игроки, а НПСы. И вот кто первый убьет главного босса, тот захватывает территорию и как бы побеждает в данной схватке. Кто не убивает, тот проигрывает. Вот, две территории. Смотри, в каждой стороне, да, есть гильдии-лидеры. Будь здоров, правда. В каждой стороне есть гильдии-лидеры. И вот лидер этих гильдий, то есть гильдия А, гильдия Б, да, у них есть вот такой функционал. Они могут, как тут написано, формировать отряды, давать задания этим отрядам, а также кастовать скиллы. Однако есть у меня вопросики. Например, если расширение обзора, это понятно. Ты как в Старкрафте, да, ты ткнул, тебе просвет дали, показали, сколько там врагов есть там кто или нет. Откат 5 минут. Переброс сил, телепорт, тоже вроде как понятно. Призыв Огра, тоже вроде как понятно. К указанному светилищу призываешь Огра, который какое-то время там бегает, делает грязь и пропадает, либо его убивают. Блокировка обзора, это ты кому-то вешаешь туман. Вот. И заледеневший страж, это ты замораживаешь стражей в указанном месте, делая их неизвимыми на одну минуту. То есть, я так поняла, это речь про вот этих вот стражей. Ты их типа замораживаешь, восстанавливаешь 20% хп, таким образом у тебя есть еще минута, чтобы, например, резкнуться, добежать, там, ну короче, какие-то мувы сделать. А вот поэтому мощная атака, у меня есть вопросики, около указанного светилища появляется королевский грифон карк и совершает мощный удар по площади. По какой площади? Когда этот удар надо совершить? Он совершает сразу, совершает не сразу, ну короче, есть куча вопросиков. И, естественно, мы на эти вопросы получим ответы уже потом, когда появятся первые видосы. От нас, скорее всего, такой видос не ждите, потому что мы не лидеры гильдии, да, и тем более не будем гильдиями-лидерами в этом контенте. Однако, суть управляющего каждой стороной в том, чтобы давать квесты своим отрядам, вот, в частности, вот такой есть список квестов, сейчас покажу, где-то тут был список квестов. Вот, захват светилища за 10 минут, защита светилища, уничтожение главнокомандующей, защита главнокомандующей, уничтожение 40 врагов, активация алтаря гнухов. Вот, то есть такие задания выдаются, и отряд должен это задание выполнить. За это, видимо, даются баллы или там что-то дается, короче, непонятно. И я представляю, что управляющий будет просто сидеть и смотреть на карту, у него будет 2D-стратежка. Мы будем его пешками, и, собственно, он будет тут думать, как, куда, чем помочь. А все остальные будут бегать и захватывать вот такие точки. Эти точки будут давать соответствующие бафы. Вот, смотри, атака 40, уклонение 40. Единственное, вот, атака 40, непонятно, это белая атака или это атака, как с камней инкрустации, вот, плюс 5 атаки, да, это ж, типа, не плюс 5, а чистые атаки. Вот, может быть, это как, ну, короче. Вот, уклонение, меткость, снижение урона, тут все понятно. Это сопротивление перемещения, макс хп, скорость атаки, доп. восстановления гнева духа. То есть это все тоже понятно. Ты захватываешь башенку. Эта башенка обязательно, как по принципу узлов, должна быть связана с твоим замком. Вот, то есть, смотри, у нас идет замок, да, от него идет, вот, замок. Вот это, я так понимаю, главная точка. Вот, или ее тоже надо захватывать. И потом дальше по цепочке тебе нужно захватывать вот эти вот все замки. Вот этот захватить без вот этого и вот этого бессмысленно, он не даст никакие эффекты. То есть работает так же, как с узлами. Если ты протягиваешь узел на спот, то, значит, у тебя срабатывает этот бонус. Если не протягиваешь, то не срабатывает. Вот, то есть это как бы первое по тактике движуха. То есть нужно захватывать вот эти вот алтарики. Но при этом нужно не забывать бить боссов, которые находятся в замке. То есть потихоньку, какими-то диверсионными отрядами это нужно будет выполнять. В инструментах будет вот что. Древний тролль. Призываешь тролля. Слон. Призываешь слона. Колесница для перемещения, которая тоже, я так поняла, наносит урон. Баллиста. Это стрелы, то же самое, что на осадах замка. И пушка, то же самое, что на осадах замка. Только вот баллиста у нас наносит по светилищу высокий урон. По колеснице, слону и так далее. А вот пушка наносит по игрокам. То есть не указано, что она наносит вообще какой-то урон по постройкам. Не знаю. Но с другой стороны, у нас же построек тут толком и нету. У нас тут есть только НПС, которых нужно убивать. Вот. То есть это как бы второй фактор, которым нужно будет управлять. Ну и третий фактор, это вот этот вот алтарь, который по центру. Он не связан ни с чем. И сюда нужно, я так понимаю, сливать энергию черного духа. Кто ее первый зальет, тот получает баф. Эффект благословения духов. Вот. Но они написали, что он делает. Плюс после захвата, я помню с корейского почтноута, когда им поставили. После захвата будет какой-то кулдаун, во время которого нельзя перезахватить. То есть там то ли минута, то ли две минуты, у башни у этой будет неуязвимость к каким-либо перезахватам. То есть вот ты захватил, все. Значит, две минуты можешь выдохнуть и заниматься другой башней. Соответственно, тоже по тактике, твоя задача проложить цепочку к нужным алтарям. И одновременно разорвать цепочку своего противника. Так что, когда ты вдруг, будучи рандомным игроком, хочешь пронести пользу, то выполняй, бегай со всеми, выполняй задачу не на киллы, а именно на захват точек, на убийство боссов. То есть, как говорится, красота не в количестве киллов, ну хотя тут вот титулы дают за это дело. А эффективность будет именно, когда ты, ну, короче, будут приоритетно точки надо захватывать. Также будет четыре титула. Солдат, элитный воин, это 30 убийств, хищник 50 убийств, герой 100 убийств. Вот, как видишь, это просто титул разного цвета, но без какой-либо анимации. Да, никакой анимации нет. Коня можно будет воскресить только в четырех точках. То есть, вот если ты обратишь внимание, карта, ой-ой-ой, да, это полком, ну, считай, это вот Камасильвия и Аделита. Это вот, ну, Аделита, вот тут вот начинается этот город их, я забыла, как он называется, этот город. Вот, то есть, карта бежать и бежать. Коня можно резнуть тут, где-то тут порт, в чаще древних мудрецов и в замке Ода. Четыре точки для реза коня. Но, когда ты резаешься, например, после смерти, то конь резается автоматически вместе с тобой. На воскрешение будет два варианта. Первый вариант воскрешения это через, сейчас найду, сейчас найду. Вот, через 30 секунд, двинкрунда, через 30 секунд, но при этом ты восстанавливаешься с 20% хп. И через 45 секунд, но при этом восстанавливаешься со 100% хп. Вот, то есть, ну, вот так вот. Плюс, это вот я сказала, стражи замка Ода затрудняют захват, то есть, имейте в виду, что мобы сильные. Однако, они, если вот ты стража убиваешь, то он не резается уже. Про транспорт я уже тоже сказала. То есть, в принципе, я вам все рассказала. Ну, как бы, как говорится, все понятно вроде как, но надо смотреть, щупать. И тогда будет прямо окончательно понятно, классно или не классно. Знак босса убывающей луны. Это единственный ивент, который сегодня запустили. Формишь мировых боссов и выбиваешь с них вот такую вот итемку, которую постоянно отводят. То есть, она частенько у нас бывает. Ее потом вот в этих местах меняешь на разные предметы. То есть, вот, вот это старый список. Сюда еще добавили чешую камоса, алхимический катализатор. Это для бижутерии от джетины, да. Потом совет валкса плюс 80 один раз на аккаунт. Именно постоянно 20 штук можно менять вот на эту сумку, в которой, в которой... Почему-то не показали, что в ней. Ну, короче, там тоже рандомно можно вытащить разные приколюхи, но, как говорится, это как и любой сундук. Имеет высокий шанс вытащить какую-нибудь фигню и низкий шанс вытащить что-то ценное. Обзор лиги гильдии. Дали нам рейтинг гильдии по, я так поняла, победам, проигрышам. Вот такая статистика. Что нам с этой статистикой делать, не знаю. Но, вот так сказать, померялись гильдии своими оружиями. И навыками. Новинки от магазина. Новый костюм Роза Нуар. Вот такой костюмчик. Давай сразу его покажу тебе в игре. Довольно прикольный. То есть, наконец-то, это не бронетрусы. Наконец-то, это что-то похожее на какой-то реально боевой костюм. Какой-нибудь ассасинке, у которой, собственно, все тело закрыто. Всякие бляшечки такие прикольные. То есть, мужской есть костюм похожий. С шляпой такой... Ой, извините. Не, не Двинкрун. А Дироксия. А Дироксия, она. Нет, ну, короче, неважно. Вот. Короче, вот такой костюм. Он на всех выглядит примерно одинаково. Вот. Единственное, что такого костюма нет на шай. Все. Дальше. По акциям. Сундук с комплектом по скидочкам. Двойная выгода. Вот смотри, можно заплатив за один, получить второй в подарок. Ну, типа по цене 50%, два по цене одного. Купонное изучение всех навыков транспорта. Сфера Тейс. Слезы Эйлен. Расширение пресета навыков. Это вот. Вот это вот. Нитрич этому очень сильно обрадовался. Потому что пресет навыков, это помните, да? Это мы в этом Ке, когда нажимаем. И вот тут у нас вот эти все пресеты. Вот. И расширить можно за донат. То есть, чтобы морфы под пвп, например, не делать руками, ты сохранил и как бы забыл. Вот. Камень печати. Это для запечатки, чтобы износ был меньше. Эссенция черного духа для извлечения ингруса. Не помню зачем. Вот. И камень крон 200 штук. Склады орехазы, двинкруна или. Или вот акция. И 10% на питомца писец до 6 марта. И продажа синего дракончика продлили тоже до 6 марта. Вот. Если кому-то нужна помощь с пополнением счета, с оплатой какой-нибудь подписки, например, гармот, или там в мобилке сделать покупку, то пишите мне в дискорде. Я вам с этим делом подскажу, как сделать, помогу. Тем более сейчас еще там с киви что-то произошло, поэтому, возможно, какие-то платежи вы сами больше не можете сделать. Обновление. Собственно, все обновление включает в себя что? Текущие ивенты это у нас печать. Ой, точнее, новые ивенты это печать. Текущие ивенты. Станьте посланником любви для жителей Вели. Это у нас дневничок делаешь. Так. Поделитесь любовью. Это, по-моему, скриншоты. Ивенты. Да. Потом захватывающее сражение Лиги Гильдии у нас до 6 марта. Выполняйте цели. Лиги Гильдии, Лиги Гильдии. Вот. И все. А дальше у нас такие ивенты, которые давным-давно поставили. По классам. Значит, смотри. По воину комментариев на стриме не было. Поэтому вот просто я чуть-чуть проматываю. Смотри, что ему сделали. Что-то сделали. То, кого он тут разберется. Вот. В наследии и в пробуждении. Так. Кунаичи. По выводу сквертозы из чатика, он сказал, что Кунаичи потрогали, лишь бы сделать вид, что что-то сделали. На самом деле ничего полезного не сделали. Волшебнику и волшебнице. Во-первых, с телепортом что-то сделали, что теперь он вроде как после элементализации проходит быстрее. Плюс мобильное уклонение. Перезарядку сократили. Вот. Волшебнику мало что сделали. А вот волшебнице сделали и дебафы, по-моему, что-то там поменяли. Время действия эффектов. Вот где-то увеличили, где-то переделали дебафы. Вот смотри, видишь, какие. Вот опять мобильное уклонение тоже. Вот. Страйкеру не помню, что сделали. Но тоже, короче, по всем классам сказали так. Правки приятные, но маленькие. То есть прям кардинальных каких-то резких изменений нет. Ну, страйкера, кстати, очень давно не трогали. Нови тоже самое. Вот видишь, тут где-то увеличили перезаряд, где-то сократили перезаряд, где-то восстановление хп увеличили. Вот, перезарядку, иксы сократили, проценты добавили. То есть, видишь, что тут новую. А воину? Да. Войну очень пассивку. Вот, говорит Нитрич, воину очень пассивку. Дали жесткую пассивку. Вот такой комментарий. Вот. Собственно, контент Лига Гильдии. Добавили две карты. Мне интересно, вот с этой картой, если ты упадешь, то шо? Да, это я про волшебницу мне сказал. Вот, то есть, вот этот мост, ты отсюда можешь просто тупо свалиться, тебя могут скинуть, а потом как вернуться. Ну, короче, с этого моста и без арены я обычно могу улететь, не войти в поворот. Вот, и между вратами Бархана и Восточным Базаром тоже в этом ущелье. Ну, вот это ущелье прикольное. На Соляре, кстати, эта карта есть. А вот этой карты... Ну, в общем, Нитрич ходит туда постоянно, на Лигу Гильдии. А нет, он на Соляру ходит, на Лигу Гильдии ходит редко. Ну, короче, может быть, походит. Вот, улучшено описание следующих предметов, тут ничего интересного, ничего интересного. Сортировка коней в конюшне. Можно посортировать как по рангу, можно посортировать по уровню. И теперь в окне работники дня, где существляется наем рабочий, портрет рабочего выделяется цветной рамкой. Это, наверное, чтобы было проще его опознать, какого он ранга. Чтобы было визуальнее, типа интуитивнее, понятно. Корея. В Корее сегодня из интересного. Увеличили шанс рождения императорской лошади при скрещивании. Это которую коням мы задаем из-за стулямов, по-моему, просто имперскому конюху. При сборе вредителей или обрезания на огороде можно получить лепесточки. Потом. Реворк печатей с босса сделали. Теперь их одной штучкой нету больше этих миллионов печатей. Дальше. Автоперенос был сделан, изменен так, что автоперенос на текущий склад. Добавлен автоперенос на все склады. То есть ты подходишь в склад, у тебя в сумке вот такой дурдом, ты нажимаешь автоперенос на все склады и все по складам распихалось. Но будьте осторожны, потому что если, например, как в случае с Нитричем, у него есть химка, которую он как бы хранит в одном городе и автопереносом, например, точки сгружает в другой город. И нажав на ненужную кнопочку, он может и химку тоже разгрузить, а потом ее опять забирать. История использования склада зачем-то, не знаю, может быть это от гильдийного, хотя и там и так есть история. Добавлена функция пожаловаться на историю разговоров. Короче, добавили возможность не просто через скриншот и тикет в поддержку писать жалобу на кого-то, делая скрин только нужного вам фрагмента. А теперь, когда ты подаешь жалобу на то, что человек неадекват в чате, в игре ты нажимаешь кнопочку и собирается вся переписка. Ну, не за неделю, а вот конкретный диалог собирается, твои ответы, его ответы, то есть вот это все. И это все вместе ты отправляешь потом в поддержку. То есть теперь подставить кого-то не получится. То есть все это теперь можно будет собрать и проверить, кто из вас дурак все-таки, он или ты. Ну и в общем-то, в общем-то все, с этим разобрались. На этом обновление закончилось, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, приходите на стримы, задавайте вопросы, вот. А также соцсети обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать важные объявления. У нас есть как Telegram, Discord, Facebook, ВКонтакте, есть Boosty, Patreon. Вот, везде к нам можно там написать, везде мы на связи, везде все есть. На Boosty и Patreon есть еще подписочки, для тех, кто хочет получить бонусы, либо поддержать наш контент. Всех обнимаю, всем хорошего дня, до связи, до встречи в следующих видео и на стримах. Пока.